Жена не хочет секса. У нас двое детей. Что с этим делать? Ну тут ничего уже не сделаешь, конечно. Потому что, смотрите, замуж она вышла. Детей она родила. Ну вы как честный человек, а вы от детей же не откажетесь? Не откажетесь? Вы жену не бросите? Не бросите. Ну и все. Нафига ей вам давать-то? Если каждому давать, то сломается кровать. Поэтому она не хочет и все. Вы вот хотите ее как мужчина, а она вас не хочет как женщина. И все имеет полное римское. Она же женщина-женщина. Вот. Поэтому ничего вы здесь не сделаете. Ну хоть головой стену побейтесь. Нет, ну можно ее, конечно, материально заинтересовать. Здесь хотят сосала. Норковая шуба. Еще раз машина. Там еще раз там вторая машина. Вот. Но я боюсь, семейный бюджет не каждой семьи потянет такой уровень поощрений. Поэтому мы в крайнем случае можем поговорить. Например, вот так. Жена. Ты что добиваешься-то? Ты что вообще хочешь-то? Ты что детей сиротишь? Ты хочешь, чтобы я на стену полез от воздержания? Чтобы я налево пошел? Ты хочешь. Чтобы я нашел на свою голову какую-нибудь кралю, которая захочет оказаться на твоем месте. Который вот такой вот мужчина в саку, как я, подойдет. Который будет ему давать. Который не будет ему отказывать. Вот. То есть, ну как бы, стоит ли разговаривать с женой в такой жесткой форме? Ну, знаете, иногда стоит. Потому что женщины, они иногда... Я не умоляю интеллектуальных, так сказать, способностей женщин. Но иногда все-таки женщины не понимают какие-то такие вот намеки, полунамеки, абстрактные ассоциации. Так по прямому иногда рабанул. Вот. И она сразу все поняла. Сразу яичники прошли. Пупок рассосался. И влагалище запукало. Поэтому надо все-таки метод свободных ассоциаций в разговоре с женой применять и не стесняться.